Вот эта резолюция, это не ода восхваляющая нынешнюю власть. Это очень такой серьезный документ, аналитический и критический тоже. Поэтому тут работы много. Да, и вот этот документ, он отображает тот этап, на котором мы находимся в нашей подготовке к началу переговоров о вступлении в Европейский Союз. Потому что большинство пунктов говорит о том, что вот законодательство было изменено, вот какие-то законы были приняты, вот предприняты законодательные инициативы и так далее. Вот вы начали с того, что закон о деолигархизации. Но если дело ограничится только принятием законов, а у нас это золотое правило, мы по принятию законов впереди Европы, у нас по некоторым сферам самое лучшее законодательство даже на континенте. Вот по функционированию правительственных организаций. У нас был замечательный, золотой, нет, не золотой, а бриллиантовый закон о прокуратуре 2016 года. Помните, сколько там деньжища усиленно это все было потрачено. У нас прекрасное законодательство по экологии и так далее. Но мало что работает. То есть эти законы замечательные, но они не работают. Я вспоминаю, как отчитывался в выполнении плана действий по сотрудничеству Молдовы с Европейским Союзом министр юстиции Чеботарь был такой. Он говорил, да, все, у нас в порядке, мы выполняем планы 97 процентов. Смотрите, этот закон принят. Галочка. 97,99. Да, регламент принят. Три семинара проведено, восемь тренингов проведено. Одни галочки стояли. То есть юстиции, правосудия практически уже не было. То есть просто ничего уже не оставалось. Был один Плохотнюк и Дамиры. Плохотнюк и Дамиры, Дамиры, Дамиры везде. Но мы выполнили план по юстиции, по реформированию 98 процентов. Вот я хочу, чтобы, учитывая и текст этой резолюции, и опыт предыдущих лет, чтобы мы опять не впали в этот грех, значит, пустого вот такого вот формального подхода. Когда мы отчитываемся о принятых законах и регламентах, о проведенных семинарах, там, визитах куда-то. А по сути ничего в стране не меняется.